Двери Беларуси для Объединенных и Арабских Эмиратов всегда открыты. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем Эмирата Дубай, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Основные темы переговоров – финансово-экономическое сотрудничество, инвестиции, стратегические проекты в логистике и сфере высоких технологий. Евгений Горин о том, как в дальнейшем будут развиваться отношения Беларуси и Эмиратов. В Дубае Александр Лукашенко встретил эмир города и вице-президент Эмиратов, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Лично широко известная в мире большой политики и большой экономики. Очень рад вашему приезду. Во время моего последнего визита в Беларусь я наслаждался природой вашей страны и общением с прекрасными людьми. Мы будем рады развивать наше сотрудничество. Благодарю вас, ваше высочество, за добрые слова, которые вы адресовали мне и моему народу. В свою очередь хочу сказать, что двери Беларуси для Объединенных Арабских Эмиратов и для Эмирата Дубаи всегда открыты. И я хотел бы изложить главную свою позицию на нашей встрече, чтобы мы почаще бывали в Беларуси. В этом наш большой интерес. Нам надо выводить наши отношения экономические на уровень личных и политических отношений. Для Беларуси выйти на рынок Эмиратов уже не задача максимум. Есть представительство МАЗ. Караваны седельных тягачей Волы давно покорили пески и пустыни. Цель Беларуси увеличить нишу для наших товаров в странах Персидского залива. А еще лучше обрасти совместными взаимовыгодными проектами. Новым, вполне перспективным направлением стали поставки белорусских продуктов в регион. На этом предприятия «Грузы в Эмираты» отправляются уже 4 года. Для нас этот рынок показательный, потому что уровень жизни в стране Арабской Эмираты очень высокий. И там не стоит вопрос цены. Как правило, стоит вопрос качества и натуральности молочной продукции. Сегодня мы представлены во всех престижных торговых точках Арабских Эмиратов. Это 146, если мне не изменяет память, магазинов. А за 9 месяцев текущего года мы уже на 12% поставили больше молочной продукции, чем за весь 2015 год. С пометкой «Халяль» выпускают сыры, сметану и творог уже несколько белорусских предприятий. Для мусульманского рынка «Халяль» — это своеобразный знак качества. Особый подход при производстве пищи — отсутствие вредных ингредиентов. Даже когда цены на черное золото обрушились, в нефтяном Дубае золотой век. Не только потому, что нефти хоть залейся. В Эмиратах говорят, когда государство ничего не производит, а только потребляет, сидя на нефтяной трубе, это как наркомания. Поэтому нефтяное королевство учится зарабатывать деньги иначе. Эмираты развивают альтернативную энергетику. В Абу-Даби есть город Маздар, питающийся от солнечных батарей. Огромные деньги идут найти. Силиконовый оазис — это местный парк высоких технологий. Дубай активно занимается перевозками и логистикой. Возможный транспортный хаб «Подоршей» — один из пунктов переговоров с Беларусью. За фасадами золотых дворцов и стеклянных небоскребов скрывается деловой прагматизм. Эмираты ищут выгодные проекты для вложения средств. В Беларуси есть что предложить. Технологии, перспективные разработки составляют объемный портфель возможных проектов, которые можно даже потрогать. Протокольная часть встречи — обмен подарками. Зубур. Мирский замок. Старый мир. Но он без сахара. Цвета нашего национального флага. Шейх Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум контролировал создание множества транснациональных бизнес-проектов, имеющих решающее значение для трансформации экономики Дубая. Но одна из страстей шейха — спорт. Он влиятельный человек в мире конных скачек. Подарок от шейха пригодится тому, кто занимается здоровым образом жизни. Я так понимаю, здесь всё прописано, а нет, да? С удовольствием попробуем. Общеизвестно, искусство договариваться на Ближнем Востоке — дело тонкое. Но любой рачительный и стойкий гость арабских рынков знает, в результате упорного торга можно серьёзно снизить цену к обоюдному удовольствию. Эмираты — государство, которое не только на взлёте, но и на пути перестройки экономики. Беларусь со своими ресурсами и технологиями, несомненно, может в этом найти и свою роль. Евгений Горин, Татьяна Ревизори, телекомпания СТВ.